Здравствуйте! Это наш Новосибирск Диалог и я Елена Богатырева. Новосибирцы стали чаще покупать комнатные растения. Популярность этому виду хобби обеспечила пандемия. Как создать в своем доме комфортное пространство с помощью зеленого декора и какие процедуры питомцам в горшках необходимы в конце зимы? Сегодня поговорим с директором магазина комнатных растений Марией Солоповой. Очень интересную роль пандемия сыграла на рынке комнатных растений. Пишут о том, что во время локдауна люди стали чаще покупать комнатные растения. Это так? Да, это так. Люди, оказавшись дома, у них появилась возможность больше времени уделять обустройству своего дома. И кроме того, мы все нуждались в каком-то таком успокоении, заземлении. А комнатные растения как нельзя лучше подходят для этого. Интерес действительно вырос, причем во много тысяч раз по всему миру. Что из того, что у вас сейчас есть в магазине, что вы можете показать, пользуясь постоянным спросом у новосибирца? Есть у нас такие растения, да. Ну вот могу показать такую церапегию, например. Это необычного вида растения, очень красивое, но при этом оно очень простое в уходе. Поэтому эта комба делает его очень популярным. Она у нас продается всегда. Я могу показать вот такое необычное растение. Это щучий хвост, который был у всех наших бабушек на подоконнике. Только его новая версия, другой сорт. Он вот в виде таких объемных палочек, необычно выглядит. Опять же, супер простой в уходе. Поэтому это тоже наш хит. Конечно, я не могу не сказать, что в Сибири, учитывая наши долгие зимы и отсутствие солнца, очень большим спросом пользуются пряные травы. Что это такое? Это розмарин. Вот, например, есть еще тимья. Комнатная мята и лавр, лавровое дерево. Все эти пряности, они приходят с маркировкой вилка-нож, говорящая о том, что их можно употреблять в еду. То есть это не только красиво и вкусно пахнет, но еще и полезно. Особенное удовольствие, знаете, там срывать листик с куста и добавлять в еду. Конечно, комнатная зелень, это очень красиво, но тем не менее требует ухода. Допустим, я вот работаю, я не могу много времени этому уделять. Что-нибудь посоветуете? Да, у нас очень много растений, за которыми просто ухаживать, особенно если вы очень сильно заняты. На этом устроится основной наш ассортимент. Мы стараемся, чтобы это были не обычные растения, красивые, может быть, даже где-то экзотические, но при этом очень легкие в уходе. Классный пример вот такой вот репсалис. Это лесной кактус. Он способен жить в полутени и нуждается в очень редком поливе. Идеально для тех, кто много работает и у кого мало времени на уход. Это достаточно редкое растение или распространено в интерьерах горожан? Оно очень популярно сейчас на Западе и в Европе. А в нашу культуру оно только входит. Я бы не сказала, что у нас у многих людей оно есть, но вот мы старательно работаем над тем, чтобы оно было у многих. Вот, например, фикус бонсай. Он необычного вида. Многие люди интересуются им. Мы учим правильно за ним ухаживать. И тогда у вас дома будет жить вот такое настоящее чудо, я бы сказала. Мария, скажите, сейчас все боятся всевозможных инфекций. И существует такой миф, что комнатные растения могут справляться с ними и даже очищать воздух. Это так? Это миф. Это очень распространенный, к сожалению, миф, но каких-то научных, достойных исследований на эту тему нет. Не оспорим тот факт, что растения очень положительно влияют на нашу нервную систему. Они помогают успокоиться, заземлиться, замедлиться. И вот это и есть их терапевтический эффект. Что касается очищения воздуха и поглощения вирусов, боюсь, что нет. То есть это такой способ релаксации, медитации, вот работа с растением, с землей. Да, именно так. Это очень хорошо снимает стресс, накопленную усталость. И в этом и есть главная ценность. Вы, наверное, и сами замечали, что в помещении, где есть много растений, приятно находиться и не хочется оттуда уходить. Ну вот, это правда. А вот в паре растения-горшок, что главнее? Я не могу сказать, что кто-то главнее. Это равноправные участники процесса озеленения. То есть для растения правильный выбор горшка очень важен. Он определяет следующее здоровье и рост растения, его благополучную жизнь. Поэтому здесь это 50 на 50. Кроме того, человек, когда покупает растения в магазине, он же потом озадачивается вопросом пересадки. То есть ему нужно подобрать горшок где-то купить, потом где-то купить почву для пересадки, удобрения и так далее. А вот у нас в магазине человек может получить комплекс этой услуги сразу. Мы ему здесь на месте подберем горшок, пересадим, снабдим его инструкцией по уходу и всеми необходимыми препаратами для ухода и обработки, потому что они потребуются. В производстве горшков существуют свои какие-то модные тенденции? Да, конечно, существуют. Есть тренды, которым мы стараемся следовать для того, чтобы оставаться на волне актуальности, скажем так. Вот, например, наша недавняя новинка, но которая уже заслужила любовь наших клиентов. Это вот такие кашпо-домики. Я могу даже в руку, наверное, взять. Они прекрасно вписываются в интерьер. Очень красивый, необычный, в то же время качественный. Это качественная глина, в которой растению будет комфортно. Расскажите о самых экзотических растениях, которые есть в вашем магазине. Ну, мы всегда стараемся удивлять. На данный момент самые необычные растения, которые у нас есть, это вот такие атмосферные тилансии. Это растения без корней. Они питаются влагой из воздуха и таким образом живут. Им не нужен горшок, им не нужна земля, им не нужен полив. Они получают всю влагу из воздуха, их нужно опрыскивать и время от времени купать. Вот такие необычные. Но это тоже такой вариант для тех, кому некогда заниматься уходом. Можно поставить, а не растет сами. Пожалуй, да. Пожалуй, да. Главное создать им подходящее условие, высокую влажность воздуха. Это основное, что им нужно. А так, да, их не нужно поливать, не нужно подкармливать, обрабатывать от вредителей и так далее. Что сейчас важно сделать в уходе за комнатными растениями, именно в начале весны? Как раз-таки обновить грунт, пересадить, начать активно пользоваться удобрениями. Сейчас уже можно подкармливать два раза в месяц минеральными удобрениями для комнатных растений. И если у вас деревья, фикусы, шифлеры и так далее, то можно им сделать формирующую обрезку. Вот там, где я срезаю, начнут просыпаться боковые почки, и он будет отрастать более пышным кустиком. Это важно делать регулярно, если вы хотите, чтобы ваш фикус рос пышно, а у него не были голые ветки и только на концах листики. Это часто проблема фикусов, которые не обрезают. Поэтому этого не нужно бояться, это совсем не страшно, это наоборот полезно. Если я сама боюсь трогать растение, его резать, пересаживать, куда я могу обратиться, где найти какую-то информацию? Это частая проблема, особенно у новичков в этом деле. У нас в блоге очень много полезной информации, есть и посты, и прямые эфиры о том, как обращаться, в частности с фикусами, как их обрезать. Кроме того, у нас есть телеграм-канал, это сообщество любителей растений, где люди обмениваются опытом, делятся друг с другом, можно задать вопрос и получить помощь, совет от других таких же любителей растений. У нас есть услуга выездного обслуживания, когда мы проезжаем к вам и ухаживаем за вашими растениями, обрабатываем, обрезаем, подкармливаем, а вам остается только наслаждаться.